Теперь я безработный вандал. Если бы мне не нравился бы стресс, я бы не просто не рисовал бы тогда, так как это такая погоня за длиннолином, потому что нарисовал, ты сел в машину и такой вау, 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 классно нарисовал. Все, едем дальше, едем дальше. И уже такой на подрыве, уже эмоция. Это просто, по сути, погоня за эмоциями. Для меня граффити это часть моей жизни, без которой я не могу представить свое существование на данный момент. Я не знаю, каким бы я человеком буду общаться, если бы мне это граффити принесло. Мне очень много знакомств, эмоций, друзей. Я изменился в плане эмоциональном, психологическом. Я стал более взвешивать какие-то действия, я стал знакомиться с новыми людьми, я стал больше разбираться в людях, узнавать разные типы личностей. Граффити для меня это хобби, которым максимально классное времяпрепровождение, когда я могу максимально дистанцироваться от всех своих негативных и других каких-то мыслей. Просто классно проводить время наедине с самим собой, либо со своими друзьями. Сам процесс, это, безусловно, то, ради чего, в принципе, все рисуют. Это процесс медитации, условно. На улице скорее нет, это больше адреналина и желание сделать рисунок в месте, который видит больше людей. Когда ты рисуешь в спокойных местах, где ты можешь подумать под музычку, ты просто медитируешь, ты просто наедине с самим собой, тебя ничто не волнует. Ты просто рисуешь на стене, и это максимально кайфовое и релаксовое чувство. И когда закончил рисунок, ты стоишь прям, кайфуешь. Граффити — это эгоизм. В момент рисования, получается, я думаю только о себе, потому что я хочу, чтобы именно мое что-то было на стене и ни с кем не советуюсь. Это эгоизм, но не то чтобы очень радикальный, все равно эгоизм с целью сделать что-то прикольное, нестандартное. Потому что город довольно серый. И когда немножко тебя в красок добавляешь, уже как-то приятнее глазу становится. Я пытаюсь сделать так, чтобы люди обратили внимание, чтобы были цвета, чтобы было ярко. Чтобы это даже как-то вписывать, потому что... У нас в городе так много максимально убогих пятиэтажек с эрсковских времен, на которые все забили, их не реставрируют. Зайдите в подъезды, там просто воняет. И когда я просто хочу немножко красок в эту всю серость добавить, мне люди говорят, что я порчу. Я не понимаю всех людей. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Кустинь, кустинь, арибали, кустинь, кустинь, арибали, кустинь, кустинь. Все начинают с тем, что ты мне устинь. Сок, начать от верталу, кустинь мне сваркос то. Когда я сидел в Германии в изоляторе, очень много я думал. Я все так же рисую, так что это ни на что особо не влияло. Ну, я знал, на что я иду, и ты все время осознаешь, что тебя ждет за это. Если тебя поймают, у тебя руки элементарно чешутся, ты прям хочешь рисовать. Это необъяснимое желание, я не знаю, это может у наркоманов так с наркотиками бывает. Психологическое это дело. Ну, просто хочется это делать. Иногда продумываешь, что ладно, не стоит иногда в некоторых моментах настолько сильно рисковать. Но потом такой, да, нет, бред какой-то. Чего, блядь? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова